Я какая женщина? Разная. Очень разная. Ну какая? Хохочу громко. Какая ее женщина? Счастливая. Счастливая женщина я. Люди меня воспринимают очень солнечным, светлым человеком. Ну я такая увлекающаяся. Мягкая? Добрая? Я счастливая, но немногие знают, что я кусачая. Ну такая кипишная. И карму себе все время чищу. Людей спасаю. Быть художником – это очень много лет работать на имя. Когда ты работаешь за копейки, когда ты живешь впруголодь по факту, когда у тебя от силы 15 тысяч ты зарабатываешь раз в два месяца, и заказов может не быть или еще что-то. Вот так вот ты выбираешь такую жизнь, ты с ней соглашаешься, потому что у тебя есть цель, потому что ты хочешь достигать в этой цели высот. А это только годы. И вот так вот, закусив у дела, идешь и делаешь, и делаешь, и терпишь, и веришь, что рано или поздно ситуация обязательно изменится. И за 4 года я действительно могу видеть, какие колоссальные результаты приносят мне мое упорство в этой профессии, в этом направлении, в котором я двигаюсь. У меня за 4 года появились не только выставки и крутые проекты, но еще и суперкрутая команда из моих девчонок, с которыми мы вообще творим просто что-то невероятное. И это колоссальнейший успех, да, упорство и труда. И вообще было классно, мы когда все вместе собирались, у нас прямо такой какой-то очень насыщенно работала мысль у нас. Нас несло. Мне очень нравится, что сейчас происходит, то, что мы вот все так вместе и объединились, и мы идеально дополняем друг друга. Вообще то, что у нас сейчас происходит, эта выставка, это во многом уникально, потому что эту выставку мы, во-первых, полностью организовываем сами, а во-вторых, мы во многом знакомы все абсолютно недавно. Мы просто однажды выставлялись вместе рядом и оказались соседками. Вот так вот зародилась наша творческая дружба. Постепенно мы все больше притягивались друг к другу, понимали, что нам друг с другом интересно общаться, и мы близкие люди по духу. И вот так вот я познакомила девочек с Диной, и у нас зародилась идея организовать вот такую общую выставку, выставку о красоте, о женской красоте, о женской душе, и говорить в рамках этой выставки о том, что нам так всем близко. Мы начинали как бы совместный проект и думали, что нас может объединить. И именно эта тема, она нас всех и объединила, хотя мы все разные, и с разными направлениями, своими техниками абсолютно разные. И вот именно вот женская тема, она наша, совместная. Эта тема такая актуальна, и в принципе она интересует многих, но искусство должно быть актуальным в первую очередь. Принятие женщины своего тела, эстетика женского тела, и вообще о том, что в любых женских линиях, изгибах, даже самых простых, можно найти красоту. В общем, о красоте женского тела. Не могу сказать, что были какие-то сложности или трудности. Скорее у нас появлялись какие-то новые творческие задачи, которые хотелось прям решать и брать новые высоты, новые горизонты. И для этой выставки мы пробовали очень много всего нового, с чем мы раньше не работали. Материалы, техники, направления. Я девочкам очень благодарна за то, что они такие легкие. Они невероятно слышащие. Вот ты говоришь, и они все слышат тут же, вообще тут же все подхватывается. Вот любая смена ориентировок, это просто фу, для нас была в этом проекте. Мои работы, они совершенно не в моей технике. То есть я больше животным, деткам, натюрмортом и природе вот так. Здесь, во-первых, материал не мой, акрил. И, ну, в общем, я поставила для себя задачи, которые я хотела решить. И в процессе я их решила. Немного еще поэкспериментировала с проволокой. То есть дома для меня материал, ну, получилось очень эффектно. Это все можно будет увидеть на выставке. Я, кстати, между прочим, буду участвовать непосредственно в выставке. Я сама написала фотозону. Новый опыт, новые эмоции. Появилось уважение к тем, кто работает акрилом. Это калажные какие-то работы. В этом стиле я раньше не работала. Вернее, во время обучения я работала в этом стиле. Но прям такое свое творчество я еще не выставляла. И тут я экспериментирую с техникой, с объемом. И мне кажется, что это получается очень интересно и эффектно. Это самое интересное, что, будучи настолько разными, нам так комфортно и интересно существовать друг с другом рядом, расти, развиваться, поддерживать друг друга, вдохновлять и помогать. Мне, например, в этой выставке пришлось работать не только с живописью, но и с людьми. Потому что у меня во время выставки зародился проект. Мы встретились с девчонками и обсуждали, что у нас будет НЮ, тема выставки, что мы будем работать с телесностью. И тут я вспомнила, что у меня есть целая батарея маленьких холстиков, которые я никуда не использую. И подумала, что, черт возьми, как будет здорово и забавно немножечко это сутрировать, тему телесности, тему НЮ. И все любят сиськи. Черт возьми, все любят сиськи. Мужчины любят сиськи, женщины любят сиськи. И мы подумали, что будет круто сделать целую стенку из сисьек. Ты приходишь на выставку, а на тебя смотрят целая стенка из сисьек. Это как минимум забавно и необычно. Вот так вот начался мой проект. И я стала рисовать женские груди. Они были в натуральный размер получались, по размеру холстиков. И как-то я вдруг решила с ними сфоткаться. И произошел просто какой-то бум колоссальнейший. Инстаграм откликнулся невероятнейшим количеством лайков. Дальше я подумала, что будет еще смешнее. Сфотографировать моего мужа, прикрывающего свою грудь женской грудью нарисованной. Его сфоткала мужа, выложила в Инстаграм. И народ вообще начал пищать, кричать, что это флешмоб. И мы тоже так хотим. В общем, вот такая вот неожиданно, спонтанно получилась отдача от людей. И родился вот этот проект. Я к нему подготовила вопросы по принятию себя, своей женской груди, отношению к классическим операциям. И девочки, которые у меня уже фотографировались с моими нарисованными картинами, отвечали мне на эти вопросы и высказывали свое мнение. И сейчас будет развеска, будут картины висеть. Вот тех самых грудей. И между ними будут фотографии участников и их мнения по моим вопросам. По вопросам принятия себя, телесности и вообще того, как общество к этому всему относится. Конечно, социальный подтекст всей этой выставки есть. Принятие себя такой, какая ты есть. Мы все разные абсолютно. И это так здорово. Ну, у меня даже мурашки сейчас идут по коже от того, что я говорю. Каждый является обособленной творческой единицей. И при этом, объединяясь вместе, мы чувствуем, какая в нас невероятная мощь. Как мы можем вместе запускать ракету вверх просто. Цель нашего проекта – показать людям то, что каждый человек может быть счастливым в любом теле. И каждый человек прекрасен по-своему. Цель нашего проекта – чтобы люди любили себя чуть-чуть больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова